Сегодня католики отмечают Рождество. Среди жителей края довольно много тех, кто готовится именно к этому празднику. И не только немцы, и поляки. Их на Алтайне мало. Среди католиков есть и русские по национальности. Сегодня у нас в гостях Светлана Завьялова. Она и ее семья 8 лет назад приняли католическую веру и завтра отметят Рождество. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, много ли у нас в Барнауле тех, кто исповедует католическую веру? Около 100 человек. Это мало, наверное? Достаточно. Мы как одна большая дружная семья. Мы все дружим, все друг друга знаем. А как лично ваша семья пришла в католическую веру? 8 лет назад мы были приглашены с мужем на концерт Буткеевым, послушать органную музыку в зале католической церкви. Мы прослушали. После этого мы познакомились со священником, побеседовали с ним. Он нас пригласил на службу. Мы пришли, и так мы и остались. А до этого какая у вас была вера? До этого я крестилась в православной церкви в городе Томске. Но ходить на службы мы не ходили никуда. Вера была, но ходить в церковь мы не ходили. В православие? Да. Да. Я в православной церкви крещеная. И все сейчас в вашей семье католики? Да, все. Я, муж, глава семьи и трое детей, которые проживают с нами. У нас трое приемных детей от 7 до 15 лет. И старший сын, он уже женатый, ему 26 лет, он будет 30 декабря. Декабря. И со своей семьей, с женой и с тещей. Да, все мы ходим. А насколько традиции отмечать Рождество вот у нас в России и в Сибири, в частности, отличаются от европейских? Ничем. Традиции, они везде и есть традиции одни. Ну, елку вы наряжаете? Мы наряжаем елку. Мы вчера приобрели елку. Дети сами наряжали ее с радостью, с любовью нарядили. Все в ожидании праздника Рождества. Сегодня мы будем печь печенье рождественское и украшать глазурью с детьми. Так, что еще на столе будет? Гусь. Обязательно, да. Каждый год у нас фирменное блюдо – это гусь. Салаты делаем и вот эти печенюшечки рождественские с росписью. Детям очень нравится. Когда начнется торжество? Уже сегодня? Сегодня в 8 часов вечера у нас начинается служба. Она продлится до 11 часов. Затем мы встретимся всей общиной в зале, в общем, на чаепитии. Будем поздравлять друг друга с Рождеством. Вот что самое главное в процессе подготовки к празднику? Наверняка не только стол украсить. Конечно, это подготовка духовная, потому что ожидание Рождества – это ожидание присутствия Христа. Мы ждем всех Христа, рождения младенца. И в каждом сердце он зарождается. У детей, у нас, у взрослых. Мы в себе его холим, лелеем. Ну как-то готовитесь к этому, очищаетесь духовно? Конечно, у нас каждый вечер перед сном мы молимся, рассказываем, как прошел день. И взрослые мы родители, и дети. Это у нас уже практика такая духовная. Исповедь накануне Рождества со священником. То есть подготовка у нас идет и духовная. Какие-то ограничения есть? Ограничения? Пост, быть может. Есть. И пост есть у нас, но не такой жесткий, как в православии. Больше на духовность. Отказываемся от тех вредных привычек, которые мешают в жизни. Дети у нас отказались от телевизора, от просмотра по выходным, по воскресеньям. Лично у меня проблема была, это проблема осуждения других людей. Поэтому пост мой был и духовные упражнения. Как избавиться от этого? Как долго длится вот эти ограничения? Четыре недели. Четыре недели. Четыре недели. До Рождества четыре недели. И каждый решает для себя, какие у него проблемы. То есть нигде это не прописано, да? Вот там кто-то не кушает, как вот в православии же, да, если мы пост говорим об этом? То есть каждый решает. Ваши дети сами решили, что вот у них такая есть проблема, от нее надо избавиться. Ну и как они борются с этим? Легко проходят? Они не борются, они молятся. И поэтому это все с легкостью проходит. Борьбы нет. С радостью. А вот отмечают ли в вашей семье Российский Новый год? Обязательно. Так. Мы тоже будем собираться всей своей семьей, девять человек, у родственницы у нашей, будем встречать Новый год. А затем 7 января мы будем праздновать и Рождество православное, потому что среди нас есть и католики православные. Ну правда же, что к этой вере нужно было прийти. Вот вы сами как чувствовали? Вы были православные, при этом не ходили в храм, а теперь вы и молитесь, и исповедуетесь, и посещаете храм. Я хочу сказать, что это как-то пришло легко. Легко пришло. Легко, да. Лично у меня легко, да, пришло осознание. Ну, наверное, Бог готовил меня к этому. Ну вот почему-то именно это вера. Чем меня привлекло в католической церкви? Когда я была на службе, мне понравилось, что на русском языке служба. До меня дошло слово Божие, до моей души, до сердца. Я услышала. Я услышала на русском языке, Библию. Хотя я до этого тоже читала, но читать это одно, а слышать это другое. Можно слушать и не слышать, а здесь я услышала. Я слушала и услышала. Наверное, было нужное время, нужное место. Я была подготовлена. Ну и давайте в завершение нашей беседы наверняка вы хотите поздравить всех ваших единомышленников, так скажем. Я хочу поздравить всех и католиков, и всех людей с этим великим праздником. Я так считаю. Это великое Рождество Христово, светлых дней радостных, и самое главное, любви. Любви и здоровья всем. Спасибо, что пришли к нам в студию с праздником вас. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Завьялова, и говорили мы о католическом Рождестве. Рождество Христово. Редактор субтитров А.Семкин